всем привет я аня и рада поприветствовать вас на своем канале plants and me это канал посвященный комнатным растением добро пожаловать в мой очередной влог масс сейчас друзья я опубликую на своем youtube канале серию таких новогодних предрождественских предновогодних видео и сегодня как раз таки одно из них я беру вас вместе с собой покажу немножко празднично украшенный петербург и также мы с вами посетим замечательное тропическое пространство про антас ну еще будет несколько кадров моментов ухода за растениями потому что без этого никуда как вы уже поняли начинать мы будем с пространства про антас очень-очень надеюсь что вам это видео понравится что вообще в принципе нравятся мои влог массы пишите комментарии ставьте лайки все это очень важно для развития моего канала ну что давайте немножко просматриваем про антас сразу говорю что я не ставлю перед собой задачи сделать полный обзор потому что честно говоря я уже как-то снимала такой небольшой обзор про антас ну даже такой достаточно основательный есть у меня где-то на канале еще как-то приезжала тоже немножко тут подснимала поэтому не в первый раз здесь нахожусь просто мне хотелось посетить это место в канун нового года в канун рождества почувствовать тоже какую-то особенную может быть атмосферу и честно говоря очень порадовалась потому что ездила туда воскресенье обычно воскресенье в пранк конечно очень много людей но мне повезло посчастливилась когда это зашла практически людей гостей вообще не было вернее не то что практически их не было и лишь спустя какое-то время несколько человек посетителей зашли уже в пранкс но все равно было достаточно так свободно можно сказать пустынная и за счет этого как-то очень спокойно и особенно атмосферно ну я могла не переживать тихонечко походить поснимать не переживать что кому-то мешаю пока Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Ну и конечно, я не могла обойти стороной полки с горшками и кашпо. Пруантес всегда очень хороший выбор. Действительно, есть всех возможных оттенков, мне кажется. Ну, очень многих это точно. Всех базовых оттенков есть горшки и кашпо разных диаметров, разного объема. Поэтому, конечно, всегда можно что-нибудь выбрать себе. На этот раз я практически ничего не купила. Выбрала только один большой горшочек. Скорее всего, он поедет к моей подписчице с Boosty, которая поучаствовала в розыгрыше новогоднем и выиграла. Вот, скоро буду отправлять посылочку запаковывать. Если, кстати, вам интересно, заглядывайте на Boosty. У меня сейчас появился и закрытый чат для Boosty. Также довольно много всяких разных видео накопилось. Ну и в том числе я планирую проводить ежемесячные розыгрыши подарочков. Но тогда, когда наберется 200 платных подписчиков. Сейчас там где-то порядка 130. Поэтому вот добавляйтесь, подписывайтесь, чтобы получать доступ к такой эксклюзивной информации. С одной стороны, с другой стороны, чтобы поддерживать меня как блогера. Мне будет очень-очень приятно. Ссылку на Boosty я оставлю в описании под этим видео. Очень, конечно, приятно в Пруантес, атмосферно. И я повторюсь еще раз, была безумно рада, что так там оказалось спокойно и тихо в этот раз. Потому что летом, не знаю, может быть летом, в принципе, посетители много и гостей города. Я думаю, что многие из вас, своих подписчиков, бывали в Пруантес. Пишите, кстати, в комментариях. Делитесь своими впечатлениями. Если бывали здесь, любите ли это место, что вообще думаете, как вам тут. Мне будет очень-очень интересно почитать. Замечательные, кстати, горшочки всякие разные. И с динозаврами, и вот с такими женскими формами. У меня, кстати, есть один такой горшок. Очень-очень нравится. Даже подумала о том, чтобы, может быть, приобрести еще один. Но решила, что пока, наверное, достаточно будет. Постепенно завершаем нашу небольшую мини-мини прогулку по пространству Пруантес. Как я уже сказала, главное было немножко, не знаю, прикоснуться к этой атмосфере. Еще раз здесь побывать и почувствовать, каково здесь, в этот особенный период года, предновогодний. Мне очень понравилось. Я прям даже ощутила, какое-то немножко волшебство было. Я прям даже не знаю, каково здесь, в этот особенный период. Ну а теперь, друзья, мы с вами перемещаемся в центр Петербурга, на Исаакиевскую площадь. Я слышала и даже краем глаза видела, что ее постарались довольно нарядно украсить. Мне было любопытно сходить, посмотреть, как там что. И заодно посмотреть на такой вечерний, празднично украшенный, красивый Петербург. Надеюсь, что вам эти кадры тоже будет приятно видеть. В общем, не знаю, какие-то такие своего рода инсталляции и елки, какие-то, не знаю, из огоньков, гирлянд и каркаса сделаны всякие цветы, деревья. В общем, праздник ощущается по полной программе. Может быть, чуть-чуть олиповато, на мой взгляд, но это все уже вкусовщина. Но праздник, бесспорно, вот он здесь во всей красе присутствует. Поэтому рекомендую заглянуть, погулять здесь, рядом с Исаакием. Очень люблю вот именно площадь перед Исаакиевским собором, которая уже ближе к нему. Прогулки, это, конечно, замечательно, но уход за растениями – это то, что, не знаю, требуется от нас постоянно. Постоянно нужно время и силы для того, чтобы поливать растения. Я поняла, что уже все, обязательно нужно заглянуть в свою витрину. Там достаточно тепло, теплее, чем в комнате, потому что помещение, ну, пространство такое закрытое получается. Еще лампы нагревают в металлическую витрину, и работает вентилятор. В общем, грунт там довольно быстро просыхает, особенно у всяких небольших антуриумов, небольших растений. Поэтому примерно, наверное, я думаю, что раз в пять дней я точно поливаю антуриумы небольшие. Ну, какие-то реже, какие-то чаще. И этот интервал может быть разным, может быть, четыре дня, пять, может быть, шесть. Но, наверное, все-таки не больше, не больше недели точно. Я думаю, что это уже мой предпоследний влог, скорее всего, потому что приближается Новый год. Я думаю, что и вам сейчас немножко не до просмотра видео. Но еще одно, я думаю, ну, во всяком случае, очень-очень постараюсь снять для вас какое-то такое тоже праздничное предновогоднее. Очень хотелось мне в этом году поделиться таким вот настроением зимним, предрождественским. Надеюсь, что мне хоть немножко удалось это, потому что я правда, правда старалась. Подбирала, не знаю, и локации какие-то специальные, и музыку. Всячески хотела передать атмосферу. Ну что, буду с вами прощаться. До следующей встречи и всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»